всем привет всем доброго дня очередная посылочка пришла открываем такая посылочка сереже французову привет спасибо общались аналит давайте вышлю на тест грибов грибочки denis окрасикова посмотрим каких они размеров и все остальное распаковка есть распаковка итак поехали наборчик прям как шахматы есть белые есть черные давайте смотреть поверхность у них глянцевая как я всегда шучу тоненькие такие ножки надеюсь они будут выдерживать неоднократную нагрузку давайте теперь по размерам пройдемся диаметр вот эти грибки 20 16 вот эти 12 эти 8 миллиметров здесь размеры повторяется шляпочки у них поверхность у всех плоская никакой сферы именно ровная плоская поверхность дальше будем смотреть на что они под что ориентированы значит как мне подсказали белые у нас грибочки более жесткие черные более пластичные где пожестче надо выдернуть и где помягче эти вот размеры с все как мы видим они очень даже хорошо подходят под город здесь вот у нас ровненькая поверхность есть пробую вот эти грибочки наклеим одним наклеим вторые на тесте у нас я пользуюсь клеем сергея французова ход спутовский клей и так поехали отрывать сразу на отрыв то есть подвел подтянул и отрываем щелчок прям такой серьезный даже не ожидал судя потому как металл реагирует с таким долгим затяжным прыжком как бы щелчком тяга у грибов сильная правда здесь клей у нас на грибках здесь у нас клей на детали почему-то на первых больших грибках клей отделился вместе с рим вторая часть белые грибочки грибы опять же беру придавливаю до упора не оставляю прокладочки клеивать да и у этих грибков тяга помягче отщелкиваются они более мягко за километром видно черные грибки обладают более сильной тягой сейчас для контраста желтого включу вот такие огромные шишки вырвали у нас грибочки черные и более плавные выдергивают белые грибочки в теплом свете видно все грибы тянут все грибы работают да меня черные грибы особенно вот эти первые два удивили там чувствуешь тянешь они не хотят и тянут за собой прям очень большую площадь ну вот такой маленький тестик я думаю что еще попробую на граде тащить на граде если и тащить то только вот такими маленькими там где глубокие потому что если вот такими большими грибами тащить потом полдня будешь забивать выворачивают прям серьезно не ожидал я хотел еще один тестик попутно сделать все вот эти грибки это Денис Красиков а это грибочек дохлая крыса посмотрим кто из них тянет больше ну в принципе сравнивать лучше вот так поскольку вот этот грибок жестче вот он не играет и за счет жесткости он тянет чуть послабее вот этот грибок эластичнее и он тянет гораздо сильнее сейчас вот здесь вот попробуем вклеимся и посмотрим что получится обратите внимание на то как блымает свет а это всего лишь на все наше освещение это люмка так блымает в отличие от обычной лед лампы здесь свет как ни крути не верти и тише и громче он ни фига не блымает а вот этот свет у нас блымает и так начинаем тест как видно здесь поверхность ровненько поехали как уже стало понятно вот этот грибок более жесткий он тянет поменьше этот грибок эластичнее он тянет по 7 а вот этот вот еще неизвестно предстоит объяснить то же самое проводим натяжка и на отрыв вот этот грибок тоже отщелкивается интересно вот этот вообще не хочет нет захотел снимаем нашу камеру вот таким образом таким образом наши грибки располагались вот она шишечка есть поменьше эти знаете не кривя душу я бы даже сказал что Дениса Красикова тянет посильнее чем вот этот вот зелененький я для себя как говорится намотаю на ус когда надо посильнее дернуть можно брать черный грибочек когда чуть слабее зеленый грибочек когда еще слабее совсем чуть чуть есть смысл брать грибочек беленький а вот это вот предыдущие мои тесты ну это грибы совсем большого диаметра были вот такой вот коротенький тест из него полезные и нужные выводы можно сделать грибы работают работают неплохо и в сочетании допустим вот с такими грибами грибами можно при всех тех же равных условиях регулировать как говорится тягу играться тягой где надо сильней мы ставим один гриб чуть послабее другой вообще слабенько дернуть ставим третий это очень удобно и просто ну а на этом все всем пока пока ребята до новых встреч ну а теперь все что я надергал забиваю два маленьких молоточка начнем по порядку Все начинаем колотить. Вот они наши тесты. Видно, где что забивалось. Здесь еще предстоит. Вот так одновременно можно и потестить и потренироваться, потому что тренироваться надо каждый день. В данном случае приятное с полезным надо сочетать. Иногда хорошо получается, иногда не очень, иногда совсем не получается. Для того чтобы чаще получалось, чем не получалось, надо стараться как можно чаще заниматься просто тренировками. Вот я и сажусь и работаю. Каждым разом получается все лучше и лучше. Так же как и в любом другом деле. Ну на этом наверно все или не все. Ну покажу как у меня здесь получится на финише. Тут еще надо забивать, забивать и забивать. Условно было вот так. Стало уже вот так. Уже положительные две и есть. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть каждый день. Начнет все получаться у любого. Только нужна усидчивость и терпение. Ох, да. Пусть今年. Надо читать разогревать. Пусть получать шутскую. Она в каждом. Она чистить и думать на шутку. Девятый и особенный тонкий. Возвращ. Возвращение. Субтитры сделал DimaTorzok